Друзья, компания Визуи выпускает очень много интересных устройств для вкусного приготовления вкусной пищи на природе. И вот у них в ассортименте появился еще один замечательный девайс, называется он Smoker Vesuvia. Сегодня мы будем на нем готовить, ну а пока подготовим его к работе. Сельдерейчик мы выкладываем сейчас на решетку, пусть оно пойдет вниз, сам по себе сельдерей, очень ароматный, но мы его съедим. Выглядит оно вот так, очень ароматное, в сельдерее много эфирных масел, за которые их ценили кулинары с давних пор. Но для того, чтобы здесь у нас был эй эхо, а для того, чтобы у нас здесь был ароматный дым, я подложу в качестве замены щепы, я положу именно стружку сельдерева, будет лучший аромат. И добавлю к нему парочку лимонов, испаряющиеся эфирные масла лимона добавят пикантности к нашему мясу. Пусть горят, нам это только на руку. Но тут они у меня на решетке слеть будут скорее. А теперь самое время положить мясо. Мясо, пора клачь мясо. У меня уже запах идет. Замаринованная вот таким образом, вот это прямо маленькие кусочки пусть лежат, а большие, большие, мы зарядим в смокер, и пусть они лежат там долго. Часа на два, мы точно их можем там спокойно оставить. А вот при температуре 160 градусов они у нас и прокопчатся, и приготовиться равномерно. Удобная полочка, да? Да, конечно. Без нее я бы сейчас стоял с одной рукой. Вот. Кладем мы, поскольку эта птичка уже прогрелась, кстати, обратите внимание, в маринаде есть немножечко растительного масла. И вот таким образом я кладу на веточки розмарина, чем меньше кусок, тем дальше от огня и нагрева мы его кладем. Большие куски кладем сюда, поближе, а вот самый большой кусок индейки пусть лежит на первой линии. Сейчас мы сюда пристроим еще свининку, целые шейки. Так, индейка у нас с розмарином, а вот свининка будет с кемьяном. Он же чабрец. Многие, оказывается, не знают, что тимьян чабрец – это одно и то же. Смотрите, это свинина, чуть более грубое и более жирное мясо, поэтому мы свинину выкладываем ближе к источнику огня. Кстати, нужно вам сказать, что уже пошел у нас процесс подсушивания нашего, собственно, сельдерейчика. И вот, замаринованные они полежали у нас идеально, промокли, пронасытились, и мы сейчас закрываем крышечку, а дальше самый главный ингредиент работы – терпение, дорогие терпение со смокером. Если мы хотим получить действительно бережно приготовленную еду, мы вот так это все положим, беремся терпение, приготовим салатик, сейчас я сделаю кулеш, а пока пусть смокер делает свое дело. Очень интересная история смокера. Смотрите этот канал, расскажу позже. 100 градусов по Цельсию, да? Да. Нам 100 градусов очень хорошо. Так, ну что? Да. 20 минуточек у нас прошло, и самое время рассказать вам, почему же смокер такой формы. Самое главное и самое стартовое название этого смокера – это техасский смокер. А почему? Потому что, когда в Техасе открыли нефть, там появилось много бочек. А если вы разрезаете бочку пополам, то у вас получается удобное средство для приготовления. То есть, вы тратите меньше дров, у вас дымок коптит. Плюс ко всему, у вас бочка очень дешевая, если не бесплатно. И самое главное, самое главное – к вам в Техасе в еду не сыпется песок и пыль. Смотрите, у нас уже с вами пошел процесс. Вот он. Вот он идет процесс. Пошел. Переворачиваем бережно, аккуратненько свининку. Вот она. Смотрите. Вот. Тимьянчик. Индюшка-то тоже побелела, да? Индюшка побелела. Сверху пошел процесс приготовления. Тоже мы ее перевернем. Но вот эти я пока никуда сдвигать, наверное, не буду. Потому что они лежат у нас дальше всего от нашего. И смотрите, во что у нас постепенно подворачиваются наши, собственно, шкурочки от сельдерея. Ну что, оставим дальше. У нас впереди не меньше двух часов. А я пока готовлю дальше. Спустя две недели после главного праздника компании Везуви мы встретились здесь, на баня-фесте. И мы доделаем начатое. Давайте доделаем начатое. Смотрите. Мы с вами, как говорится, работаем на отличном смокере. От Везуви у него куча достоинств. Это и возможность регулировки огня. И возможность работать практически на любом топливе. И, конечно же, один из моментов, который я влюблю, это возможность холодного и горячего копчения. Но, плюс ко всему, плюс ко всему, я хочу сказать, что он очень емкий. То есть, это действительно бочка, которая влюбляет сразу до 15-20 кг мяса. И может готовить буквально все, что угодно. От ребрышек до домашней колбасы. Или, как в нашем случае, я сейчас делаю большую свиную шейку. Вот они у меня здесь лежат. На целой банке отхватило бы. И, безусловно, важно то, что чем славен для меня лично Везувий, это чугунное литье. Надежное, качественное, равномерное распространяющее тепло. Мы закончили нашу предыдущую встречу на том моменте, когда мы поместили точно такие же куски мяса в смокер. Здесь мы делаем монтаж и оказываемся через 2 недели именно на той фазе, когда мы их уже почти, почти, почти... Почти приготовили. Да. Все верно. Важно, что для того, чтобы правильно приготовить смокеры, нужно обязательно мясо вымочить. Вымочить. Чем крупнее кусок, тем дольше его нужно вымачивать. Потому что повышенная влажность очень важна для смокера. Для того, чтобы равномерно просочился маринад во весь кусок. И для того, чтобы, когда идет равномерный нагрев, он не выжарился до сухого состояния, а стал мягоньким и сочным. Смокер позволяет это оставить, да? То есть вот влагу сохранить, не выпарить всю ее? Безусловно, могу даже продемонстрировать. О, кстати, у нас там как раз индейка была, да? Один кусочек. Приезжаем. Вот она корочка. А вот она курочка. Вот она белая, сочная, мокренькая. Вот она. Угу. Видно, что влажненькая, вот, не сухая. То есть мясо нужно не вымучать, а вымочить. Да. И сколько часов это жевательно делать? Ну, если это индейка и вот такой вот кусочек, то достаточно будет 5 часов. А если вы делаете целую свиную шею, то вам нужно будет уже 12. Хотите там приготовить целую баранью или свиную ногу такую, с кожей, с копытом, со всеми делами, то оставьте ее на сутки. Чем больше кусок, тем медленнее будет проникать. Ну и конечно не пересаливайте, то есть 1% солевого раствора со специями будет достаточно. Специи берите на ваш вкус. И чем хорош смокер, можно делать одновременно несколько видов мяса, чтобы постоянно у вас, допустим, как в нашем случае, на большую толпу, на большую компанию было горячее. Сначала, я так понимаю, готовится индейка по скорости, да? Да, по скорости готовится индейка, потом достаем индейку, продолжаем готовить, допустим, нашу нога шейку. Розмаринчик, тимьян, свиная шея. Слушай, ну смотри, сколько здесь, да? В каждом килограмма по 3 мяса. Да, и полностью мы запаковали, в общем-то, наш смокер. Еще место осталось на самом деле. Коварным образом местечко у нас осталось. Потому что, потому что... Так, которые поджарились, ты маленько туда смещаешь. Я сместил их в более холодный угол, которые более мягонькие, видишь какие? Еще, значит, сыроватенькие внутри. Я сместил сюда, все, мы подготовили это дело и через часик мы все вынем. Почему? Потому что это смокер везу и... Работает тихонечко, аккуратненько, смотри, что у меня тут. Ух ты! Травишечки, еле-еле, еле-еле, еле-еле. Температура у нас 160 градусов. Даже сейчас 100, но это я открывал, долго шелел, было 160. У нас здесь по Фаренгейту и по Цельсию есть. Разветочка. Это значит, что можно даже за рубежом им пользоваться. Но самое главное, конечно, это то, что низкорасположенная топка отдает сюда только тепло и только дым. Больше ничего. Если бы я хотел прямо вот копчение-копчение, я бы бросил туда сырых опилок. И тогда она быстро бы закоптилась. Но такие большие толстые куски требуют горячего копчения. А это означает, что еще через часик мы их порежем и увидим внутри сочную, настоящую шейку, которая протомилась без малого 3 часа. Вчера весь день работал в этот гриль. Трудился для друзей компании Везувий. Глеб, как тебе ощущения от работы с помощью этого устройства? Не первый раз уже работает. Не первый, даже 10 раз я работаю на нем. Больше двух лет я на нем работаю. Великолепные чугунные плиты. А чугунная плита равномерно распределяет тепло. Плюс ко всему вот здесь у меня по факту поверхность 8 конфорок рабочий советского образца. Плиты как раз чугунные. С этими плитками там они были. Ну и, конечно, то, что я могу готовить вообще на любом топливе, хоть на заборе от соседа, что угодно можно делать. Если бы у меня было сейчас 5 казанов, я бы их по периметру оставил, на 5 всех одновременно готовил. Как-то помогает разная фактура покрытия этой чугунной плиты? Нет, безусловно. Здесь ровная поверхность, гладкая, абсолютно идеальная, на которой быстро образуется антипригарное покрытие, которым славится чугунная посуда. Здесь ребристая, да, то есть позволяет стечь лишнему жиру, лишнему маслу и образовать интересную, красивую, фигуристую, условно, поджаристую сеточку. В центре можно поставить, если мы хотим приготовить что-то действительно большое, мангал, скоро появится вертел, скоро появится коптильня для этой модели. Он многофункционально, а значит и удобно и надежно. Но один из моментов, который я всегда отмечаю, это многолетнюю службу такого рода вещей, стандартные, как я их называю, гробы, жестяные мангалы. Столько лет не проживут, они не проживут и десятка лет, как правило, да, то есть они на второй, на третий год идут волнами, а чугун волной не пойдет. Поезжайте в Питер, посмотрите на чугунное литье, обратите внимание на сколько, сколько уже веков там оно стоит. И точно так же будет стоять и ваш, собственно, передовым и внуком, правнуком и праправнуком мангал. Это одноразовая покупка, которая делается на всю семью навсегда. И она простоит у вас, у вас дом может развалиться, а чугунная вот эта вот от Везувия вещь не развалится. Не нужно забывать еще про эту немаловажную функцию, пусть она дарит радость еще животу, да, можно что-то вкусное приготовить. Прекрасно выглядит, будет украшением сада, будет украшением... Костровая чаша готовая. Да, костровая чаша. Либо до начала мероприятия, либо, что более важнее, наверное, после. Можно просто собраться и холодными там осенними вечерами, даже зимой можно погреться и, может быть, что-то здесь приготовить. Маршмеллоу, в конце концов, да? Маршмеллоу, обычные сосиски, да все, все угодно здесь можно готовить. Вот, начиная от хороших супов на огне, да, кто-то наловил ухи и давай готовить в удобных, полезных условиях. Здесь для друзей компании шеф-повар Глеб Хостафьев готовит вкусные блюда на грилях от компании Везувий, на смоукере. А вечером будет большой праздник. Чтобы не пропустить наши свежие выпуски с баня-феста и не только, обязательно подпишитесь на канал Форнаксфилм. Заходите к нам почаще в гости, в социальные сети, в магазине в городе Новосибирске. С нетерпением будем вас ждать. Ну, а мы пошли дальше. Увидимся с вами в следующих выпусках. Счастливо! Да что ж ты делаешь-то? Скорую человеку, срочно скорую! Алкоголь выпаривается, но, к сожалению, не до конца, или, к счастью, как мы это не назовем. Чуть ускоряется процесс, а еще алкоголь выжаривает лишнее масло. Таким образом мы получаем... Таким образом мы получаем все превосходный результат. Перекупали внуки 3-4 подкопки, чтобы мы внушли, что углаждаемся, получаем удовольствие и минус. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ